Сегодня я буду пробовать разобрать вот этот настенный газовый котел Ферролли у себя в квартире, которому уже около 10 лет. У него, судя по всему, начал засоряться от накипи и прочего шлака, теплообменник. Его нам нужно как-то достать. Проявляется это в том, что даже при увеличении температуры отопления радиаторы особо уже не нагреваются. Плюс, если включать горячую воду, часто начинает расти давление. И если оно переваливает за двойку, то котел постоянно выключается с ошибкой. Вот, смотрите, появляются звуки, как будто он там весь кипит, клохочет, бурлит. И очень часто, буквально через раз, котел выключается с ошибкой. Потому что горячая вода проходит с трудом через теплообменник. Прежде чем он полностью закупорится, надо попробовать его достать и прочистить кислотой. Из всех краников в доме, из системы горячего засоржения, высыпается вот такая накипь. Рано или поздно накапливается везде. Это все из котла. То есть вон. Такие желто-бежевые камешки. Частицы типа песка. Вот здесь аналогично. Тут все смыл я только что. Вон. Отключаем газ. Вырубаем котел с розетки и начинаем снимать, разбирать его корпус. Теперь нужно добраться до теплообменника. Он вот здесь. Для этого надо будет снять эту защитную штуку. Это и это открутить. Ну, еще где там найдем. Здесь, здесь. Так, вот мы и добрались. Вот это горелка. То есть отсюда поднимается пламя. А вот сам теплообменник. Здесь проходит вода. И нагревается. Вот эту штуку нам надо как-то сейчас снять. Осторожненько. Это защитная крышка. Тут все в пыли. Надо будет пропылесосить. Вот это, когда я снял, тоже. Пыль невообразимая. Это все тоже надо будет протереть. Теплообменник крепится просто на защелках. То есть на медной трубке. Вот, вот. И здесь раз, два. Всего четыре защелки. И надо будет сейчас как-то это аккуратно снять и вытащить ее. Защелка, значит, без особого труда, вот так вытаскивается. То есть практически без усилий. Вышла. Теперь она как бы освобождена. Теперь трубку можно будет выдернуть. Осторожно, естественно, без усилий. Подложить тряпку, тазик, потому что воду из системы я не сливал. Сейчас из теплообменника польется вода по-любому. Ну и заранее не забываем перекрыть все краны. То есть вход горячей воды, холодной. Все-все-все-все-все надо перекрыть. Подставить тряпку, чтобы не залить всю кухню. Ну и вот таким образом снимаем все эти штучки. Они снимаются без труда. Она просто выталкивается. С правой стороны придется снять расширительный бачок. Тут также такую же клипсу снимаем отсюда. Здесь выдергиваем датчик температуры, если я не ошибаюсь. То есть вот он здесь на трубке, на теплообменнике. Так. Ну и теперь осторожно надо будет вытянуть вверх. Перед тем, как все вытаскивать, я совсем забыл сбросить давление до нуля. Хотя бы немножко. То есть подкрутить в радиаторе и в чашку немного воды слить, чтобы давление упало. Потому что, когда начали вытаскивать этот расширительный бачок, он брызгал и облил нас водой. Вот так он спокойно вышел. То есть он буквально на 5-6 миллиметров только входит. Без резьбы, без ничего. Просто входит. Он полной воды, довольно тяжелый. Крепится он только вот за счет вот этой пластиковой штуки вверху, в пазах. То есть просто выдвигается вверх. Осторожно, осторожно. Один чавик держит внизу вот эту трубку, чтобы не выдрать ее. А второй вверх по вот этим пазам выдвигает расширительный бачок. И так осторожно, не спеша его мы вытянули. Первый же момент он брызнул отсюда. Ну и давление сразу с самого пала до нуля. Совсем забыл это сделать. Теперь здесь есть доступ. Продолжаем разбирать. Как только приоткрываем хотя бы на миллиметр вот с правой стороны, со стороны расширительного бачка, вот эти трубки вверх, осторожно, тут же начинает выливаться вода снизу из вот этой трубки от расширительного бачка. То есть когда мы сам бачок выдернули, вода отсюда не выходила. Лилась только из расширительного бачка. А теперь, видимо, приоткрываем и начинает литься отсюда. Поэтому надо подставить тазик сразу, приготовиться. Так, с этой стороны освободили. Теперь также наложим тряпки и откроем с этой стороны. С этой стороны почти без особого труда вышли. Без проблем, да? Здесь чуть посложнее, но все-таки вышло. А вот эта угловая, которую не схватить нельзя, не подобраться, ни в какую не вылезает. Сейчас я вынужден с помощью деревяшки, вот так, по чуть-чуть по краям, обстукивая молотком, пытаться ее выбить. Не знаю, так будем делать. Тут много он у кислов. Надо будет тоже кислоту свою капнуть, чтобы очистить торцы этих трубок. А потом выдвинем ее. С огромным трудом, спустя полтора-два часа, мне удалось вот этот крайний вытащить. То есть я нагрел зажигалкой вот эту верхнюю часть, чтобы она как бы расширилась. Ну и постепенно вот так постукивая, подтягивая. Потом, когда появился небольшой зазор, я уже начал вот так поддевать отверткой. И кое-как, кое-как мы вытянули трубку эту держали отсюда. И отсюда тоже. Ну здесь оденьте перчатки, чтобы не порезаться. Потому что можно очень глубокий порез получить. И вот так постепенно очистили. Резиновые прокладки я сниму. И это все дело надо будет намазать или уксусом пока. Я буду прочищать теплообменник. Или той же кислотой, чтобы вот этот налет весь. То же самое здесь и эти тоже концы. Ну, теперь осторожно выдвигаем теплообменник. То есть он вытягивается. Это позволяет вверх ходить немного. Вот так. Больше теплообменник ничем не крепится. Постепенно его выдвинем. Воду всю выльем и в тазике начнем заполнять кислотой. Вот такая штука. Из него сливаем всю воду и наполняем раствором. В трубках для горячего водоснабжения отчетливо виден почти миллиметровый слой вот этой накипи. Желтый-бежевый. Водоснабжение все чисто идеально. Ой, водоснабжение, говорю. У отопления. У трубок для отопления, они большего диаметра. Там все чисто. Кислоты для прочистки котлов я купил в разлив. Один литр. Потому что она была в больших только канистрах. По 10 литров или даже больше. Я использовал средства для очистки теплообменных поверхностей. Термагент Эктив. По сути это концентрированный водный раствор ортофосфорной кислоты. Производство Обнинского орксинтеза. В общем она разводится в соотношении 1 к 9 с обычной водой. То есть если вот на литровой бутылке от молока, это самое нижнее деление. И остальное мы заполним водой. И наполняем в каком-нибудь тазике в эти отверстия. И каждые полчаса в течение 3-5-6 часов. Как бы делаем новый раствор. Старый выливаем. И заполняем отверстие по новой. Чтобы постоянно реакция проходила. Не забываем одеть перчатки. И очки. Чтобы не дай бог не попало в глаза. Продолжение следует. Субтитры делал DimaTorzok Итак, доливаем житую сету постоянно. Каждые полчаса, грубо говоря, новый раствор в течение нескольких часов. Пока все это делается, не будем терять время и смажем кончики труб этой же кислотой. Сначала снимем везде резинки, вот эти прокладки этого расширительного бачка, потом смажем. Также с помощью обычной отвертки снимем резинки на этой, на той, этой и этой трубках. Примерно за полчаса вот эта кислота, раствор, как бы вскипая и пенясь, почти полностью выходит из теплообменника, из его трубок. Там вообще ничего не остается. И вот таким образом первый литр раствора я израсходовал. Вот таким вот образом полностью выливается. Пока идут химические реакции, я протер от пыли все внутренности котла. Я очистил вот эти кончики медных этих трубок все. Здесь тоже, насколько смог. Пока я все это делал, мне пришла смс о том, что прибыли две посылки с двумя смартфонами с Алиэкспресс. Пойду съезжу, заберу пока. Итак, у меня сразу прибыло целых три посылки. Два смартфона и один должен был быть 5-метровый USB кабель. Так, это у нас, значит, для защищенного смартфона. Подарок от продавца. То есть на поясной, как бы, чехол. Прикольно. Наверное, удобная штука, таскаться в походах. Это у нас смартфон Xiaomi и чехол для него. Прикольненько. А вот сама упаковка вообще малюсенькая для сравнения. Так, отлично. Вот такой вот замечательный смартфон. Версия 64 гигабайта. Со встроенной памятью 4 гигабайта оперативки. Хорошо. О, отлично. Выглядит классно. Вот такая вот железка. Это у нас BlackVue 8000 Pro. Так. Ну все. Это значит, мы будем распаковывать попозже. После того, как котел соберем. Если он, надеюсь, заработает. Следующее видео будет распаковка полная капитальная этих посылок. Обязательно подписывайтесь. Будет интересно. А спустя месяцок-другой я сделаю полный обзор. И как бы отзывы про эти смартфоны. Это у меня уже третий замес. Значит, половину, пол-литра я наливаю холодной воды, а пол-литра кипятка. Чтобы раствор был теплым. Он так более бурно реагирует. Наливаем в одно из отверстий системы горячего водоснабжения до тех пор, пока не начнет выливаться из другого отверстия. Вот как сейчас пошла. Все оставляем. В отверстия для отопления я даже уже не наливаю, потому что они и так идеально чистые. У них даже реакции никакой не проходило. Пару раз наливал. Сейчас больше уже не буду. А так уже целый день сижу, вот так охраняю. Уже 4 вечера. А начал я все это дело примерно в 9 утра. Ну, половину кислоты я уже израсходовал. Сегодня я добью. Я надеюсь, этого теплообменника хватит еще лет на 10-15. Уже вечер, 18.40, а я все продолжаю бодяжить. Раз уж разобрал, теперь уж надо бить до тех пор, пока реакция вообще не прекратится. Итак, уже 8 вечера. Я целый день сегодня провозился с этой штукой. Стал настоящим алхимиком. Отсоединил у душа вот этот кончик. И теперь буду засовывать поочередно в разные отверстия и промывать, придерживая рукой. Вот как-то так. И выбывать содержимое. Я уже так делал. Я уже так делал пару раз за день. Ну, вот сейчас итоговый раз сделаем. И, наверное, будем ставить на место все. Так, вычистилось все. Да, в глубине, возможно, что-то осталось. Ну, в целом. Ну, здесь ничего не поменялось. Здесь так и было все. Черным. Просто какой-то налет. Типа того. Но накипи здесь не было. Это трубки для отопления, они побольше. Одеваем все резиновые вот эти прокладки на место. Всего их пять штук. Здесь один. И четыре здесь. Маленькие. С этой стороны, значит. Так, большие, стой. Так. Осторожно продеваем. Вот эта штука позволяет двигаться. Так. Одеваем все эти друг на друга. Пока еще не закрыл полностью. Пока еще не зафиксировал. Сюда у нас одевается датчик температуры. Он, кстати, смазан термопастой, как процессор у компьютеров. После того, как воткнете сверху трубку вот в эту медную заподлицо, чтобы ничего не выступало. Вот, к примеру, здесь еще не до конца воткнули. Здесь вот снизу, видите, выступает. Еще можно друг в друга вдеть. Здесь уже все. Я прижал максимально. Уже теперь можно одевать вот эту клипсу. Узкой стороной вниз. Узкая часть фиксирует нижнюю трубку. Широкая часть будет фиксировать верхнюю, так сказать, половину. И они друг, ну, не выйдут друг из друга. Только клипсу защелкните. Она вот так свободно вращается, но она уже не позволит выйти трубкам друг из друга. Потому что вот эта более узкая зажимает нижнюю трубку. А вот эта более широкая часть удерживает верхнюю. Все. Как-то вот так поворачиваем, чтобы не мешалось. И идем дальше. Теперь это нужно друг в друга вот так вот притянуть. Здесь должно быть идеально заподлицо все. После чего можно уже втыкать. Вот таким образом. Все. Теперь одеваем лицевую крышку. А, вот здесь крышечка сверху зацепляется. И тогда она будет уже, видимо, правильно расположена. Скорее всего. Все, притягиваем, чтобы не болталось, не дребезжало. А то люфт. Котел зажигаясь гремит. Здесь не забываем надеть термодатчик. Одевается не на медную трубку, а на сам теплообменник. Ну что, до того, как я буду главный кожух одевать, наверное, надо зажечь, проверить. Не течет ли откуда вода и все такое. Одеваем расширительный бачок. Он наполнен водой был, я уж воду не выливал. Ну вот самое сложное, вот здесь в паз воткнуть и аккуратно спустить. Все. Крепление у него, оказывается, тоже такое же было. Газ пока не будем включать. В розетку тоже не будем. Попробуем контур наполнить водой. Посмотрим, не побежит ли откуда-нибудь отсюда, оттуда. Понаблюдаем подачу холодной воды. Так, это контур отопления. Это все невлажно. Это теплые полы. Это тоже отопление входящее. Попробуем нагнать давление в систему. Стрелка пошла. Много не будем, сделаем где-то 0,6-0,7. Потом при нагреве она значительно поднимается. Так. Теперь попробуем пропустить, пусть даже через невключенный котел, горячую воду. Вода идет. Они сразу стали холодными. Смотрим. Вроде ничего не капает. Вода идет. Да. Трубки стали ледяными. Ничего нигде не капает. Так. Включили. Газ-то забыл включить. В инструкции в паспорте написано недостаточное давление воды в системе. Ну ладно, давайте однерку попробуем сделать. Оп. Все. Ожил. Собака. Так. Включим на минималку. Пошли звуки. Страшные. Звуки течи. Но ничего у нас не капает вроде. Расширительный бачок что-то там переливается. Понятно. Здесь имигает эко. Так. Горелка зажглась. Ага. Ну что. Вроде все работает. Наверное буду собирать. По мере заполнения расширительного бачка. Очень хорошо слышно. Давление у нас падало. Так. Чуть-чуть давление поднимем опять. Напор отличный. Котел сразу зажегся. И давление при включении горячей воды больше... Нет, растет. Но очень мало. Раньше спокойно могло перевалить за двойку. И котел вырубался. По 10 раз за день. А сейчас буквально на пару единиц поднялось. Отлично. Завтра будет распаковка новых смартфонов. Еще скоро будет обзор экшн-камеры. Ну и всякое-всякое разное. Всем пока.